100 художников Сибири – масштабный проект, который объединил картины художников 12 регионов. Живописцы, графики, скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства – все они встретились в музее имени Врубеля. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Любинский проспект в прошлом, улица Ленина в настоящем. Эти места знакомы каждому омичу. На работе Георгия Кичигина словно встретились два времени. «Непредсказуемое прошлое» – так омский художник назвал серию работ, в которую вошла эта картина. У меня был портрет семьи, как раз сделанный через оконную лапшу эти шторы. Там чередовались тоже вот эти моменты моей семьи, изображения Любинского проспекта. И потом мне вообще захотелось порвать время и совместить эти лоскуты, ну такую сделать, своеобразный что ли калейдоскоп или она не загадка, я здесь всего на четыре части порвала. А сейчас у меня вот впечатление такое, что можно продолжать этот формальный поиск. В экспозиции более ста работ, большинство – метафоричны. Художница из Новокузнецка Екатерина Чепис в своем цикле «Часть пейзажа» чередовала картины, которые, как поделилась гостья, отражают реальные этапы ее жизни. Раскрытые ворота, плотина, гора и стена последняя попала на выставку. Это как часть биографии. И вот, наверное, у каждого человека бывают в жизни такие периоды, смены, ну каких-то, ну когда чувствуешь репятствия в своей жизни, да, ну допустим, как стена, а потом раз какой-то новый, ну виток, и ты уже чувствуешь себя в каком-то новом месте, в пространстве, ощущаешь какие-то, как бы, что ворота раскрываются. Первая такая масштабная выставка состоялась 10 лет назад в Новокузнецке. Но искусство развивается очень быстро, и к проекту решили вернуться. Очень жесткий отбор был. Вы понимаете, в Сибири полторы тысячи художников, а здесь только 100. Естественно, искусство шире, чем здесь представленные художники. Тенденции, которые существуют в сибирском искусстве, здесь представлены. От традиционного классического академического искусства до объектов инсталляции. Все 167 произведений с этой выставки переданы в Дар-музею имени Врубеля. Андрей Школа, Ксения Бессараб, Андрей Кузьмин, Антенна-7.